У меня тоже муж шахматист, и вот рабочий день его никак не регламентирован. А вот вашей жене хватает вот внимания, заботы, ласки? Есть ли у вас какие-то совместные увлечения? И вот еще такой вопрос. Ну, вы безусловный лидер, и вот... Я прошу прощения, первый вопрос, отвечайте. Вот в 92-м году я примерно сделал 200 тысяч километров в самолете. Этого достаточно как ответ? Вместе с супругой или... Часть вместе с супругой, часть без. И скажу, что, конечно, образ жизни, который я веду, профессиональный, он, вот мне подсказывает, не способствует семейной жизни. Но, тем не менее, мы все-таки нашли способ сделать жизнь достаточно удобной для нас обоих. И мне кажется, сейчас, вот скажем, этой проблемы уже не стоит. Но, во-первых, есть все-таки средства связи достаточно современные. Это первое. А второе, ну, я не знаю, наша вот сейчас, скажем, внутренняя волна, она стала совпадать так сильно, что эта проблема все-таки отошла в какой-то мере на второй план. Хотя я чувствую себя, честно говоря, достаточно дискомфортно, постоянно перемещаясь из точки в точку. И вот надеюсь, что, скажем, в 93-й год будет менее утомительно. Я прошу прощения, я сейчас дам вам второй вопрос. И все-таки я бы хотел уточнить, наверняка телезрители интересуют, а кто же ваша супруга, чем она занимается, кто она по профессии? Играет шахматы. Нет. Играет шахматы или нет? Тут добавляют. Нет, играет, может, это очень хорошо. Она по профессии лингвист, она кончала романа германский факультет в МГУ, английский, датский, два языка, какое-то время работала в АПН, потом по моему настоянию работу оставила, я сказала, ну как, работать на государство тебе сейчас не стоит, надо заняться нашей совместной жизнью. Очень много времени путешествовала Маша со мной, ну, в общем, было такое. Ну, сейчас она не путешествует в силу достаточно естественной такой природной необходимости. То есть, надеюсь, в 93-м год будет пополнение в нашей семье. Не надеюсь, а точно знаю. Скажите, а вот жена, она, вы безусловный лидер, она слушается вас, или у вас определенная сфера влияния в семье, как у вас вот это проистекает в моменты? Я прошу прощения, видно это наболевшее, накружены шахматиста, просто скажите. Да, муж шахматиста сидит рядом со мной, он мастер, и у нас проблемы колоссальные, он лидер, понимаете, он меня давит просто. В каком смысле давит? Во всех. Кошмар. Ну, как сказать, а в принципе, конечно, лидерство – это как бы вещь, наверное, неделимая, и трудно разделить, скажем, вот на общественную деятельность, на шахматную деятельность или на семью. Конечно, от своих привычек лидерских я отказаться не могу в полной мере, но тем не менее я просто понимаю, или, по крайней мере, уже начал понимать, что нормальная семейная жизнь, она связана с тем, что кто-то должен чем-то уступать, и поэтому нельзя передавливать. О каких вопросах вы идете на компромисс первым? В целом, в целом, большинство вопросов, связанных, скажем, вот с благоустройством семейной жизни, это я даже здесь, вот, например, делали большой ремонт грандиозный, вот год назад, ну, по нашим меркам грандиозный, я сразу сказал, что какого цвета будут обои, где что будет висеть, как все будет расположено, это твое. То есть, вот, это пожалуйста, вот все, что касается вот общей семьи, вот таких общих вопросов, это твое. Вот есть какие-то, скажем, глобальные вопросы, которые, в которых я все-таки считаю, что с моим лидерством оно не может оспариваться, но в целом, мне кажется, что у нас такой паритет внутренний он достигнут. Как вы считаете, кто умнее, мужчины или женщины? И хочу еще коснуться полгар, как вообще оценивать их игру и вообще что? Мне кажется, что ответа на первый вопрос по определению нет. Типа, кто сильнее, слон или тигр? Это вот детская такая загадка. Ну, там как-то все-таки понятнее немножко. Там хотя бы разница в массе, она может сказаться. Точнее, может быть, тигр или лев. Ответ, наверное, тот, что они не встречаются друг с другом в одной зоне обитания обычно. В отличие от мужчины и женщины. Да, которые встречаются очень часто, да. Теперь, что касается сестер Полга, давайте все-таки начнем с них. Действительно, совершенно невероятный феномен. Если, вот, даже не шахматы, а игру в целом. То есть те достижения, причем даже если оставить, скажем, вот, результаты каждой из сестер в отдельности, там, Жужи, Софии и Эдит, то сам факт, что в семье все трое детей, трое девочек играют в шахматы, играют очень и очень хорошо. Ну, кто-то играет лучше, кто-то хуже, но в целом все они играют на очень приличном, ну, даже, я бы сказал, где-то гроссмейстерском уровне, то это уже один сам факт вызывает какое-то какие-то изумления вообще. Просто говорит о том, что мы просто плохо представляем, наверное, наши способности, вообще способности человека. Потому что, ну, по закону больших чисел, не может быть трех сверхталантливых детей в одной семье. Ну, не должно, вроде бы, так быть. Есть какие-то просто, наверное, математические ряды, которые этому противостоят. И, тем не менее, они все добились, может быть, за счет какой-то сверхтонкой системы воспитания или образования, которое изобрел их отец, или работоспособности невероятной, блестящих результатов. Гарри, простите, я вас перебью. Вы сказали, что в скором времени у вас будет, ну, ребенок, прибавление. Да, да. А как вы думаете, кого вы хотите, сына или дочь? Вообще, я сразу скажу, я хочу, чтобы детей было больше одного, и были разные дети. А первым все-таки, ну, тут совершенно ясно, что первым все-таки хотел бы видеть мальчика. Гарри Кимович, у меня к вам два вопроса. Первый, есть ли у вас ученики? Вот. И второй, как вы снимаете стресс, нервное напряжение во время игры? Был период у меня, сразу, когда я стал чемпионом мира, мне казалось очень важным восстановить традиции, которые были в советской шахматной школе, а именно вот школа ботвинника, которая мне дала лично очень многое. И в течение почти двух с половиной лет вместе с Михаилом Моисеевичем вот эти занятия вели, хотя основная тяжесть уже падала на меня в силу возраста Михаила Моисеевича. И надо сказать, что контингент этой школы, он был достаточно неплохим. И сейчас посмотреть на фамилии Широв, Крамник, Серпер, Акопян, Тивяков, там гроссмейстер, список такой гроссмейстерский. И если бы такая возможность была бы, может быть, я, если у меня было достаточно времени, я бы это возобновил бы снова. Теперь, что касается стресса, как я его снимаю, у меня нету точного рецепта. То есть я просто в состоянии достаточно быстро восстанавливаться. Может, это пока еще привилегия все-таки возраста, мне еще не исполнилось 30-ти, поэтому, наверное, регенерация такая, она возможна. Я полагаю, что рецепт вообще, наверное, отсутствует как таковой. Это все-таки каждый должен изучить сам себя. Многие предпочитают снимать психологический стресс за счет алкоголя. Вы иногда выпиваете, если любите какие-то напитки, то какие? Я не курю вообще, я не выкурю ни одной сигареты в своей жизни. Что касается выпивки, ну, может быть, я выпиваю бокал вина в месяц. Я достаточно спокойно обхожусь без этого. Может быть, это помогает, кстати, мне удерживать нервную систему в таком очень мобильном состоянии. Прошу. Гарри Кимович, скажите, пожалуйста, надо ли заниматься физическим спортом, занимаясь серьезными шахматами? А, это любимый вопрос. Сказать, надо? То есть я для себя, я просто другой жизни не мыслю. В Баку, город, где я родился, и, в общем, не прошли. Прошло, прошло мое детство, юность. И вот вся первая половина дня, она давала спорту. То есть я плаваю, плаваю очень хорошо, ну, для нормального человека. Бегал, играл в футбол, занимался. То есть самой-самой такой разнообразной программой. Мне кажется, это просто важно для внутреннего спокойствия. Когда чувствуешь себя сильно, сильным, то это просто помогает мне, во всяком случае, помогать чувствовать себя увереннее за шахматной доской. Кроме того, я скажу, менять часовые пояса, менять, вот, скажем, вот этот образ жизни, просто находиться по 12-14 в самолете, это требует постоянно, опять-таки, такого запаса сил, который позволял бы немедленно по приезду, ну, вот, скажем, через какое-то время, мне надо оказаться в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. У меня нет времени там на восстановление, поэтому я должен использовать какой-то внутренний запас. Прошу. Гарри Кимович, в свое время вы обыграли Камского в Нью-Йорке с отсчетом 2-0, и после этого сказали, что он не имеет потенции чемпиона мира. Изменилось ли ваше мнение о нем сейчас? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, кто, по вашему мнению, может стать вашим преемником в качестве чемпиона мира?